Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, может ли возрожденный христианин читать Библию без особого желания? Это зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «без желания». Священное Писание говорит о том, что возрожденный человек имеет понимание того, что Бог и Божье Слово являются источником его жизни. В этом главное открытие или одно из главных открытий, которые делает человек, приходя ко Христу, он понимает, что он не может жить сам по себе. Он понимает, что Бог является его авторитетом. Он понимает, что у Бога есть понимание жизни, знание жизни. И по этой причине ему нужно понимать это знание, воспринимать сердцем своим, наполнять свое сознание. Вот почему мы видим целый ряд мест Священного Писания, которые касаются этой темы, которые говорят о важности Писания, говорят о ценности Писания, говорят о вкусе Писания, 18-й Псалом «Слаще меда и капель сота» написано. Вместе с тем, у нас есть разница или существуют разницы между пониманием и чувствами. Человек может понимать что-то, что ему важно, но для того, чтобы то важное сделать, ему нужно заставить себя. Например, человек понимает, что ему нужно заниматься физическими упражнениями, но когда он лежит в постели, ему неохота вставать, чтобы делать зарядку. Поэтому он в какой-то степени преодолевает свою неохоту. И он начинает заниматься, и потом он входит во вкус, и ему приятно то, что он делает. Вот в каком-то смысле наши духовные чувства нуждаются в таком тренинге. Написано в первом послании к Тимофею, апостол Павел в четвертой главе обращается к нему с таким повелением или призывом «упражняй себя в благочестии». Телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово «упражняй» связано с идеей дисциплины, тренинга. Дисциплинировать нужно то, что еще не полностью отвечает нужным требованиям. «Упражняй себя в благочестии» – это значит, что я, мое сердце, мой внутренний мир еще не всегда и не в полной степени хочет того, что хочет Господь. Поэтому и нужно упражнение самого себя. Дальше он объясняет в чем, в какой сфере. Он говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколь не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». То есть он повелевает, упражняй себя. Как упражняй? Занимайся чтением, занимайся наставлением, занимайся учением. «Будь образцом для других людей, которые верующие, которые знают Христа, будь для них примером». То есть это то, что нужно нам для того, чтобы приучать нас в следовании за Иисусом Христом. Вот почему в Ветхом Завете мы встречаем такие повеления. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Почему он говорит «да не отходит»? Потому что у нас есть тенденция, чтобы она отходила. У нас есть тенденция увлекаться чем-то другим, поэтому он напоминает, да не отходит сия книги. Или мы читаем в первом послании Петра, 2 глава, где сказано «возлюбите чистое словесное молоко». Это значит, еще нет достаточной любви у них. Возлюбите, чтобы от него возрасти вам во спасение. То есть нам нужен тренинг наших чувств. Другими словами, возрожденный человек всегда будет понимать, что ему необходимо слово, и дисциплинированно читать его. Но он будет всегда работать над тем, чтобы свои чувства и навыки привести в соответствие с тем, чтобы они могли любить слово, дорожить его, ощущать его сладость, понимать его важность на практическом уровне. И это и будет естественной жизнью для каждого христианина. Помоги вам, Господи. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.slowa.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok